Сын Божий, Сын Девы Бог, сотворивший этот мир, совершенно неприступный для кого-либо из тварных существ, не только человеческих, но и духов небесных, Он вступает во Вселенную, в это пространство и время. Сын Божий, Сын Девы бывает. Уникальность этого события удивительна. Нет и не может быть в истории не только человеческого рода, но и всей Вселенной чего-либо подобного, чтобы Творец этой Вселенной вошел бы в нее и стал бы ее частью. Как совершилось это таинство знает один лишь Бог. Мы умом святых отцов постигаем, что две природы, божественная и человеческая, соединились в лице Иисуса Христа нераздельно, но неслиянно. Неизменно и неразлучно, то есть и в воскресенье, и в вознесенье, и сейчас, когда Христос прибывает в Одесную Отца Своего, человеческая природа, так же соприсутствует в природе божественной в нем. И продолжится это всегда и после Его второго и страшного пришествия в этот мир. По величию этого события и значения той, которая послужила дивным мостом от земли до неба, Пресвятой Богородицы, Пречистой Девы, от Пречистых Кровей которых Сын Божий воспринял человеческую природу. Нет никого, не только в человеческом мире и в мире ангельском, кто был бы удостоен стать сатаинником Святой Троицы, кто был бы избран для того, чтобы по своему существу, по своей природе войти в таинство Пресвятой Троицы, не только человеке, но и ангелам. Поэтому она честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Поэтому она первая наша по Богу упование. Поэтому к ней мы обращаемся со словами, которыми только просим Бога, Пресвятая Богородица, спаси нас. В эти дни и на протяжении всей истории русского народа с такими словами мы обращаемся, так же как и наши благочестивые предки, особенно в дни, когда решается в очередной раз судьба нашего народа, быть ему или не быть. По предназначению Божию народ наш будет до тех пор, пока он несет правду Божию, пока он является хранителем истины Божьей и закона Божьего. В эти дни должно произойти великое военное сражение на землях Донбасса, по масштабу, подобное сражениям Великой Отечественной войны и неведанных с тех пор на наших землях. Есть в исторической памяти нашего народа воспоминания, когда в такие же апрельские дни совершилось столь же великое и судьбоносное для всей жизни нашего народа ледовое сражение на Чудском озере. Произошло это ровно 780 лет тому назад, в 1242 году, когда русские войска под предводительством великого благоверного князя Александра Невского одержали победу и тем самым исходательствовали жизнь нашему народу в его вере, в той правде, которую он нес всему миру. Подобное значение имеют и наши апрельские дни 2022 года. И поэтому особая наша молитва сегодня к Пресвятой Богородице, к Святому Благоверному Великому Князю Александру Невскому, ко всем святым небесным заступникам земли нашей, чтобы были они вместе с Христолюбивым воинством, чтобы правда Божия воссияла, ибо только там, где она отстаивается, и тогда народ наш, его кристолюбивые воинства, достойно получить помощь свыше, уповая, что так будет и на сей раз, и сосредоточим, обратим наши молитвы к заступнице рода нашего, Пресвятой, Пречистой и Преблагословенной Деве Марии. Аминь. Продолжение следует...